Друзья, привет! Вы на канале Нива 07 Ренбург и меня зовут Виталий. Сегодня хочу вам рассказать историю про свой автомобиль Нива 2131 2018 года. Дата производства ноябрь. Купленный автомобиль в 19-м году 23-го. Видео называется Автоваз обидел вас. Говорю не только за себя, но знаю, что очень много потребителей Автоваза, кто покупает именно Нивы, то что очень плохое качество покраски автомобиля. Сейчас я вам покажу на данный момент, что именно у меня получился. Мобиль мне этот очень нравится, но качество лакокрасочных покрытий отвратительное. Смотрите, два года автомобиля. Пошла ржавчина, уже вспучилась, вот смотрите. И вот такие вот коррозии по всем окнам. Так как, ребята, вот эти вот уплотнители с хромом ставили до 2020 года. Сейчас на новых автомобилях такой гадости уже нету. У них уже идут резинки. Но купить пытался я приобрести. Искал на интернет-магазинах. Нету. На передние окна найти можно. Комплект полностью будет стоить 1700 примерно. Здесь, смотрите, тоже пошла ржавчина. То есть здесь ржавчина. И вот перешел на другую сторону. Заднее правое. То же самое. Смотрите, как неприятно. Автоваз. Вот просто хочу обратиться к Автовазу. Вот не стыдно ему так вот заниматься такой ерундой. Люди покупают автомобиль стоит не 20 рублей, не 30. Стоит 700 тысяч примерно. Ну, я брал за сколько? 600 тысяч обошелся мне этот автомобиль. Ну, разве так можно поступать с вашими клиентами, которые вам доверяют? Обратился по гарантии Оренбург-Кваловерадская 5. По гарантийный отдел. Меня приняли. Записался. Подъехал. Посмотрели. Считали информацию с автомобиля. Прошитый, не прошитый. Я обратился с какой претензией? По коррозии на завод отправили. Сказали, да, нужно перекрашивать. Я должен на неделю, ребята, на неделю автомобиль поставить туда. Так как мне будут коробку смотреть. Потому что, когда первичный подшипник мне меняли, что-то там не помогло. Возможно, другое. Будут разбирать и опять заново смотреть. Будут красить. Вот это, ребята, все будут снимать и все будут красить. Представляете? Это мне нужно неделю быть без автомобиля. Вот это все будут перекрашивать. Представляете? Неужели нельзя сразу, просто сразу покрасить? Здесь вот уже ржет. Вот здесь вот тоже коррозия по швам идет. Видите? Но автовазу это все равно. Он продал и забыл. Здесь пока у меня нормально. В этих швах. Здесь тоже у меня проблем нету. Как бы больше других мест коррозии нету. Единственное, вот проблема здесь. Ну, как и напомню, что с 2020 года на обновленной Ниве такой порнографии уже нету. Там уже так цвести не будет. Но, опять же, если вы на 2020 год делаете нормальные резинки, почему их в продаже нету? На передней есть, на задней вы не можете. Я, кажется, могу этот вопрос сам закрыть. Вот, купил за 60 рублей. Преобразовать ржавчины. Сейчас вот беру отвертку, потому что через неделю я только заеду по гарантии. Но эта с каждым днем, она все больше и больше лезет. Ребята, вот смотрите. Вот давайте сейчас вот при вас. Смотрите. Новый автомобиль, да? 18 тысяч пробега, ребята. И вот такая хрень. Просто хрень. Вот она. Ржавчина, представляете? Автоваз, вот тебе не стыдно? Конечно, ты не ответишь никогда. Сколько я смотрю, ребята там ругаются на вас. Вам всем наплевать. Просто на потребителя. Абсолютно вам наплевать. Здесь вот тоже. Сейчас вот все это замажу преобразователем ржавчины. Вот это все, конечно, надо снимать, потому что под ней, вот прям видно, ржавчина идет, понимаете? Если этим не заниматься, то со временем это все просто-напросто краской слезет. Автоваз, вот мне просто стыдно за тебя. Я пользуюсь именно только нашими отечественными автомобилями. Недавно вот купил автогранту супруги. Хотя была Калина 2013 года на автомате. Проблем не было. И по ржавчине, в принципе, проблем нет. Почему вы не вы так делаете? Почему вы так красите? Неужели вам не стыдно? Попробую. Сболтал. И завтра посмотрю, как это будет работать. Вообще ржавчину преобразуют в белый такой цвет. Потому что если этим не заниматься, все, ребята, двери потеряете. Сразу увидел, нужно сразу делать. Смотрите, вот сразу побелело. Преобразователь ржавчины называется. Ну, все это заедем, снимем. И все, ребята, мне сделают. Все покрасят. Но не знаю, надолго ли это будет. Так как эти хромированные, они зажимают. Постоянно идет трение. Вот. И постоянно там влага скапливается. Потому что машина моешь. Вот. И образуется ржавчина. Вот это вот отвратительный вариант. Этот вариант еще, я не знаю, уже 40 лет ставят. Но, наконец-то, Нивы обновленные стали эту ерунду убирать. И, как на нормальных машинах, просто ставится резина. Я бы еще, да, новую машину поковырять краску. Вот, пожалуйста. Полтора года автомобилю и ковыряем. Вон, посмотрите, сколько ржавчины. Все уже там. Металл уже заразился вот этой темой. Просто заразился. И уже глубокие. Автоваз над нами смеется. Покупайте, ребята. Все нормально. Красим отлично. Новый техник. Доносим. Есть автомобильные преобразователи ржавчины. Но я думаю, разницы никакой. Строительный, автомобильный. Смысл, я думаю, один и тот же. Ну, вот прям края начинают белеть. То есть, в реакцию уступает. Самое главное, чтобы краска не слезла. Но посмотрим. Так что, во вторник с утра загоню. И автомобилем начнут заниматься. Переднее мое водительское сидение. Проблема с ним. Варили уже. Но что-то не помогает. Скрипит. Под пятой точкой какие-то металлические прутья торчат. Вроде говорит, там нет ничего. Ну, говорю, вот давайте. Вопрос решайте. Вот. Коробку снимут еще раз. И вот эти все ободки перекрасивают. Я думаю, надо сразу, не знаю, черной краской что-то закрашивать. Так, ну что тут получилось. Ну ладно, до утра постоит. Посмотрим. Так что, ребята, если вам интересно, наблюдайте за продолжением. Загоним сервис. Будем приходить, контролировать, смотреть за работой. Что делают. Какие запчасти меняют. Как будут красить. Но, по крайней мере, гарантийному отделу Волгоградская 5. Ребята, молодцы. Вот, без всяких. Приехал, да, приезжайте. Записался, приехал. Посмотрели. Данные на АвтоВАЗ отправили. АвтоВАЗ говорит, да, красьте. Все, ребята. До новых встреч. Уже в сервисе. Всем пока. Двое соток автомобиль стоит в гарантийном ремонте. На Волгоградской 5. Город Оребов. Коробку сделали. Поменяли подшипники. Говорят, сейчас вообще не будет. Потом все мы это с вами проверим. Сиденье подварили. Подделали. Сядем, посмотрим. Сейчас автомобиль готовится к покраске. То есть, все полно, все разобрали. И вот, смотрите, автомобилю нету двух лет. Видите, ржавчина. Ржавчина везде. Везде ржавчина идет. Здесь ржавчина. Все у нас разобрали. Это все будем убирать. С мастером по покрасочному цепу разговаривали. Сказали, что сегодня-завтра все подготовят. Закрасят. И какую-то мастику, наверное, будем наносить и ставить в молдинге назад. Потому что, как на новой Нивы, резинки найти я не могу. Только на передние стекла есть. На задних, к сожалению, в продаже нету, ребята. Так что ждем, посмотрим, что будет. Давайте-ка с вами заведем автомобиль. Послушаем коробку. Ключи здесь. Сейчас лос мы закроем. Да, все разобрали, ребята. Завтра обещали. Так, отпускаю сцепление. Ребята, реально, реально все работает. Ребята, спасибо, что устранили шум подшипника. Сейчас этого нету. Вот, по ссылке перейдите, где до этого меняли первичный вал подшипника. Сейчас вообще этого нету. Вообще красота. Ребята, спасибо. Вот, видите, гарантийный случай, пожалуйста. Приезжаешь, машину оставляешь, ей занимаются. То есть, все-таки гарантия в реальности все работает. Так что, пользуйтесь гарантией. Так что, пользуйтесь гарантией. Вот, пожалуйста. Ладно, поехали мы дальше. Завтра приедем, посмотрим, как будет. Вот, смотрите, как сейчас на новых машинах выглядят резинки. Видите, уже просто стоит резина. Вот этот комплект на два окна стоит 1700 сейчас. Но сзади пока у них все так же осталось. Но на пятидверную задних нету нигде. Третьи сутки автомобиль уже загнали в малярку. Начали его подготавливать немножко. На Волгородской пряди есть своя малярка. То есть, ребята здесь занимаются кузовными, малярными, по-моему, так называется, работами. Посмотрите, уже стали все это зачищать. Вот. Сегодня подготовят. Завтра вроде как будут краситься. Так что, завтра подъедем, посмотрим, как будет результат. Что-то день. Все, автомобиль уже покрасили. Давайте пообщаемся. Вот Михаил. Михаила, здравствуй. Здравствуйте. Вот смотрите, ребята. Михаил уже покрасил. В общем, коррозию вычистили наждачной бумагой. То есть, как, наверное, у вас в фото-видео. О, да-да-да. Да. Потом кислотой вытравили эту жавчину. Цинкаря кислота называется. Если что. Вот. Потом, ну, после цинкаря обязательно влажной, влажной таяпкой чем-нибудь. Это нужно убрать водой. Вот. И потом, то есть... Крантовали, выкрасили. Частично все это локально произошло вот так. То есть, краску специально подобрали, да? Мы смотрим, вот краска как бы не отличается. Да, краска колерная. Так, вопрос такой. А можно чем-то здесь намазать дополнительно? Каким-то грунтом или, не знаю, мастикой? Да, не можно, а нужно это сделать обязательно, потому что, если этого не сделать, они жесткие, вот эти обода, они опять царапнут и возникнет коррозия. Или на труб там, они у него не очень плотно держатся. То есть, обязательно нужно кордоном, мобилем, чем-нибудь это все замазать, герметиком. Это все будет входить в гарантийный ремонт? Да, это по желанию. То есть, обязательно заводам это не предусматривается, но по желанию клиента мы это делаем. Ага. И то есть, уже через день я, наверное, могу ее забрать? Да, завтра вы ее заберете. Завтра я уже могу забрать. Ну, спасибо вам за хорошую работу. Итак, ребята, сами видели, что машину, в принципе, уже подкрасили. Давайте с этой стороны посмотрим. Здесь тоже все подкрасили, и я попросил, чтобы мне все это намазали мастикой, как можно побольше. И, как говорится, мои личные рекомендации, кто купил такие машины с такими замками, снимайте, грунтуйте. Или наносите мастику сразу, чтобы не было вот такого геморроя, как у меня. Хотя, автолаз, я думаю, должен был предусмотреть это. Раз такая проблема есть, изначально, я думаю, он должен бы это все сделать. Но приходится, считай, машину я на неделю загонял сюда. Ребята делали. Ну, по крайней мере, молодцы. Всем большое спасибо и большой плюс. Так что, когда буду забирать, ждите следующий реппорт. Редактор субтитров А.Семкин Мой автомобиль забираю. Будем принимать, смотреть, что ребята делали. Итого, автомобиль простоял 5 дней. Это с учетом ремонта коробки передач. Сидения два раза снимали. Сейчас покажу, что именно сделали. И окрасили бархотки. То есть, снимали бархотки. Я их специально попросил, чтобы нанесли мастику. Вот видите, черная. То есть, вот эту часть полностью всю закрасили они, перекрасили на всех четырех дверях. И оставили вот такую, не знаю, как точно называется, вот эту вот мастику. Но лучше пускай будет так, нежели будет опять автомобиль цвести и гнить. Пошлите в салон. Покажу. Здесь у них все целлофан. Сейчас мы все это уберем. По сидению, то, что оно скрипело, щелкало у меня. Смотрите, что оказалось. Так. Вот тут вот клепка. Вот именно здесь была разболтано. И когда сидишь, оно постоянно щелк-щелк. Вот здесь вот щелкало. Третий раз сидение сняли. Запрессовали побольше. Но лучше, конечно, все это высверлить. Поставить болт шайбами. И поджимать. То есть здесь и с этой стороны. Сейчас сидение. Ну, хорошо. Не щелкает. Люфта такого нету. Вот, смотрите. Все жестко. Все отлично. Сейчас смотрят. Сейчас сел автомобиль. Вот, смотрите, на сидении сижу. Раньше постоянно щелкало. Сейчас сидушечка у нас все отлично. По коробке заменили. Блок шестерен промежуточного вала КПП полностью заменили. И коробка перестала шуметь. Это примерно вот так вот выглядит. Если видно. Что сделали? Ну и покрасили. Все. Пять дней работы, ребята. Все это делал Оренбург. Ваглоградская 5. Большое спасибо всем людям, кто занимался именно моим автомобилем. Покрасили. Все сделали. Все отлично. Теперь покатаемся. Посмотрим, как это все будет выглядеть. За всю работу, ребята, я оплатил 200 рублей. 200 рублей это за мойку. Потому что автомобиль был грязный. Очень неприятно на новом автомобиле иметь такие дефекты по покраске. Автомобилю два года. Сами видите, к чему это приводит. Автомобиль я постоянно мыл. Но все равно автомобиль цветет. То есть, лакокрасочное покрытие. Можно сказать, ахти какое. Вот. Сами видите. По остальному автомобиль меня радует. Мне лично приносит большое удовольствие ездить на нем. Как бы кто что ни говорил. Но автомобиль хороший. Именно пятидверный. Именно для меня, для моей семьи. Он нас устраивает. Ну что, будем эту серию заканчивать. Обязательно пишите комментарии. Как вы считаете, правильно сделал я или неправильно. Что, ребята, по вашему мнению, в сервизе сделали не так. Я считаю, что они... Видео вам понравилось? Поставьте лайк. Не понравилось? Поставьте дизлайк. И пишите комментарии. Все, ребята, будьте здоровы. Не болейте. Всем мира. Любите близких. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok